Уральскую эпопею чемпионата России по автокроссу продолжал этап в Златоусте на живописной трассе спорткомплекса Уринга. Две зачетные группы чемпионата D3 Sprint и Super Buggy подкрепляли пилоты классики в рамках традиционных соревнований. Из 12 участников зачета D3 Sprint добрая половина непосредственно задействована в распределении итоговых наград. Столкновение интересов и амбиций очень скоро даст о себе знать. В классе Super Buggy лидер чемпионата Александр Шмаков замахнулся на рекорд всех времен и народов, выигрывая квалификации, полуфиналы и финалы на всех этапах. Команду SF Motorsport в единственном числе представлял Артем Доронин. В Курске ему совсем немного не хватило до пьедестала и в Златоусте он планировал добиться желаемого. Серия свободных и хронометрируемых тренировок представляла особый интерес. Организаторы основательно поработали, изменив профиль последнего поворота. Привыкание требовало и своеобразное покрытие трассы. Да и фактор гор необходимо было учитывать. Трасса хорошая, скоростная, но грунт тяжелый и машине очень тяжело ехать. А так трасса очень хорошая. Лучшие секунды круга 53 и 841 тысячную сумел показать Анфан Террибль Алапаевского этапа Тимофей Ведерников. Дело в том, что очень низкое атмосферное давление и мотору просто не хватает воздуха, чтобы адекватно ехать. И впечатление такое, да, что действительно машина вязнет, она не разгоняется. Это просто надо принять как данное и не пытаться что-то мудрить у всех одно и то же, все в одних условиях. Хорошо, а как тебе удалось так справиться? Хорошо, что ты выиграешь квалификацию, да еще с приличным отрывом? А тут дело в том, что очень резкие повороты, очень длинные прямые. И если у тебя хватит очка не нажать тормоз перед поворотом после прямой, то ты выигрываешь. Если ты испугался, то ты проиграл. Тут просто безбашенность, слабую и отвага. Следующими выезжали пилоты супер-баги, но сильный дождь заставил оперативно вносить коррективы в подбор резины. Сначала первый там круг два нормально было, потом раскатали, зацепа нету, везде машина скользит, поэтому сейчас меняем резину к квалификации. Снова на трассу устанавливать квалификационные нормативы. Самый быстрый круг за 51,00 и 908,00 секунды предсказуемо выдал Александр Шмакович. Больше четырех секунд уступил ему Игорь Плотников. Маститый ветеран решил попробовать багги на вкус, благо полный привод ему отлично знаком. Третье время 58,00 и 419,00 секунды показал Денис Окшин. Артем Доронин, откатав не без ошибок, остался четвертым. Вот, а для меня пока не очень комфортно ехать, нужно думать, понимать, как это все делать. Ну, вроде Саша мне объяснил, что как, спасибо ему, все равно буду стараться так же, как он ездит. Подготовив технику к новым условиям, гонщики выезжали на полуфиналы. Стартовый разгон первого заезда лихим маневром исполнил Тимофей Ведерников и захватил лидерство. За ним устремились Павел Ташкинов, Георгий Антошин, Евгений Брынцев и Денис Ворожцов. А Николай Берников обломил привод еще на прогреве. Финальная четверка определилась быстро, но в несколько ином порядке. Ташкинов на родной трассе прорвался вперед. И все попытки Ведерникова вернуть превосходство к успеху не привели. Ташкинов побеждает. За ним Ведерников, Брынцев и Ворожцов. А мимо финала едет Антошин. Второй полуфинал готовился к старту, когда над Златоустом разбушевалась стихия, сорвав палатки и надувной детский городок. И пилотам пришлось перезапускать морально-волевые настройки. Денис Тетинов повел гонку за собой, но уже второй вираж вывел в лидеры Андрея Батина. А на третью позицию, обогнав Александра Кутырева, проскочил Сергей Буркалов. Но воспользоваться плодами удачного разгона ему было не суждено. Вывернутое колесо сигнализировало о досрочной остановке. И уже на втором круге Сергей припарковался. Где произошло-то? В том повороте. Вынесло, и наружке сломался кулак, и она остановилась. На четвертую проходную позицию передвинулся Михаил Ведерников. Между тем, Тетинову никак не удавалось приблизиться к лидеру. Три круга он его преследовал. А на последнем вираже ринулся в атаку. Но вышло очень опрометчиво. С моей точки зрения тоже есть и мой косяк. То, что я ничего не видел, надо было, конечно, быть аккуратнее. В слепую ехал, очки были грязные. Я не ожидал, что такой будет исход. Просто я из-за того, что ничего не видел, произошел этот инцидент. Я уже тормозить пытался уходить, а от удара пытался избежать. Но не получилось. Андрей Бадин на поврежденной машине вылетел с трассы. Вернулся не тем же путем, формально нарушив правильный. И перед финиш, до финиша во втором повороте я начал поворачивать со своей траекторией, входить в левый поворот. И другой водитель, Тетинов, он вошел у меня просто на всем ходу. Он, как говорят, не успел оттормозиться. И я теперь понимаю, как они становятся чемпионами. Но долгое обсуждение коллеги и судей вынесло предупреждение Тетинову и сохранило Бадину вторую позицию, поскольку первым успел финишировать Александр Кутырев. В заезде классики Андрей Тюрин на желтом аппарате под фамильным номером 90 с первых метров показал свое превосходство. Укатил в дистанционный отрыв и спокойно финишировал на той же позиции, с которой стартовал. Еще полыхали спринтерские страсти, а на стартовую площадку выдвигались 9 участников первого финала зачета Супербагги. Старт и борьбу лидеру чемпионата попытался навязать Игорь Плотников, но Александр Шмаков был готов к возможному противодействию и первую позицию не уступил. На третий держался Денис Окшин, четвертым Артем Дородьев, за ним Константин Мишин, Георгий Антошин, Алексей Давыдов, Алексей Сухов и Сергей Хитин. Антошин выбывает очень быстро. В эске не получилось пройти, вышел широко, а предыдущий соперник ехал не быстро, я произошел с ним контакт и разом два привода сорвало. Остальные в деле. Шмаков начинал набирать отрыв. Плотников старался тянуть за ним, а Доронин вплотную подобрался к Окшину, но особых усилий для обгона прикладывать не пришлось. Начали входить в эску вдвоем, ну а получилось так, что вышел я один из эски, причем там стоял Егор Антошин, я реально видел, что это желтый флаг, я тормозился, чтобы пропустить Окшина, но получилось так, что я смотрю на него, а он не едет дальше. Ну, я принял решение ехать. Не знаю, как отреагирует на это ГСК, надеюсь, пожалеют, вот, ну, при том, что Окшин дальше и не поехал, он не стал. Я так думаю, то, что у него после эски и начало что-то отваливаться, вот. Ну, в любом случае, я ему желаю удачи, чтобы он подчинился и поехал дальше. Давыдов обогнал Мишина, а в задних рядах закусились Сухов и Хитин. Шмаков штамповал лидерские группы. Плотников все еще держал Александра на дальнем прицеле. Доронин оказался в равной удаленности от первых и догоняющих, но двигатель стал подавать отчетливые признаки неполадки. Спор Давыдова и Мишина склонялся в пользу Алексея. Александр Шмаков, обгоняя круговых, уверенно выигрывает первый финальный заезд. Да, со старта все задалось опять успешно, поборолись с Плотниковым немножко. Вот, в остальном все нормально, без проблем. Боролся с температурой под конец, опять начала подниматься. Пока мы не решили этот вопрос, единственное решение – это новый радиатор. Мы его заказали, ждем, вот, поэтому только по его приходу. Трасса в одном месте сильно выкаталась в яму большую. Народ подламывал рычаги, привода трясет, конечно, сильно. Но это Урал, к этому надо готовиться. А для Игоря Плотникова маневр обгона круговых вылился крупными неприятностями. Ну, к сожалению, 200 метров не хватило доехать до финиша, так как впереди ехал круговой, перекрыл траекторию, произошло столкновение, ну, автомобиль пострадал и не смог дальше двигаться. Что позволило Артему Доронину финишировать на втором месте. А третье занимает Алексей Давыдов. С неполным комплектом кругов, но своим ходом докатил Денис Окшин. Проблема с электрикой, что ли? Что произошло-то? Да, мы перед этим обильно помыли машину. Видимо, затопило половину проводов. Техподдержка навалилась на разные сложности ремонт, готовя машины ко второму дню соревнований. Он бодренько стартовал парадом участников шестого этапа Чемпионата России по автокроссу. Высота, вершина, загоная, хороши, рассветы над рекой. Люди, мы, тебя, уральский город, Владаус нашли у тобой. Приветственные речи ответственных лиц, проникновенные напутствия, поименное представление гонщиков и по машинам. Утешительный заезд зачета Д3 Спринт выбирал двух участников финала. Николай Берников сразу взял высокий темп и уехал вперед. Вторую позицию занял Сергей Буркалов, но за ним вплотную держался Георгий Антошин, а замыкал Александр Рудаков. На втором круге Буркалов замешкался с переключением и Антошин провел удачный атакующий маневр. Сумел удержать заветное место и вслед за Берниковым стал финалистом. Второй финальный заезд зачета Классика прошел по сценарию первого – под диктовку Андрея Тюрина. Он победил очень уверенно, с большим преимуществом. Проблем никаких не возникло. Создал комфортную дистанцию от соперников, но и уже ехал на доезд. Берег машину для следующих этапов. Получилось. А зрители занимали удобные места для обзора решающих заездов. Финал интригующего зачета Д3 Спринт. С первой линии Павел Ташкинов, Александр Кутырев и Тимофей Ведерников. Разгон лучше всех удается 27-му номеру. Лидер – Тимофей Ведерников. За ним – Ташкинов. Абадин едва не перехватил третью позицию у Кутырева, но не вышло. А дальше – плотные группы. Воростов, Брынтов, Михаил Ведерников, Антошин, Берников и Тетинов. Компактная колонна держала строй на стартовых виражах, но все изгибы трассы в таком скоростном режиме синхронизировать было невозможно. Изюминки добавляло то, что Денис Тетинов и Евгений Брынцев, два ведущих пилота чемпионата, ехали в хвосте, намереваясь, конечно, подтянуться. И тот самый новый профит финишного поворота окончательно поделил строй на две неравные части. Пока второй эшелон разбирался и менял позиции, лидирующая тройка организовала существенный дистанционный отрыв. Причем Тимофей Ведерников, в свою очередь, на три секунды оторвался от связки преследователей, где Кутырев поменялся местами с Ташкиновым. Призеры определились, но это ничуть не смутило остальных. Отчаянно, даже с перебором, сражаясь за набор зачетных баллов чемпионата. Решительные действия не страдали излишней деликатности. Была очень плотная борьба, все пять кругов. И в этой борьбе так получилось, что я оказался самый крайний. Потому что, пытаясь обогнать впереди идущих, получил взад от сзади идущих, развернули меня, наехали сверху, я заглох, и все. Тимофей Ведерников финишировал с большим превосходством, одержав вторую победу на этапах чемпионата. Да, я вначале попытался сделать фальш небольшой, но как-то в этот раз задержались со стартами, поэтому мне дали замечание за это. Но второй раз я как-то успокоился, обратил внимание, что зачем-то мои конкуренты, которые первые выбирали места на старте, выбрали места, где они с асфальта выезжают в лужу, а у меня прям была сухая дорожка. Я успокоился и сделал все, что надо было сделать. Выиграл старт и дальше спокойно продолжил гонку. Второе место на счету победителя воронежской гонки Александра Кутырева. Да, удачная гонка, мне очень повезло. Хотя предыдущая не внушала надежд, но здесь мы исправились и провели очень хорошие выходные. Большое спасибо Уральской земле за эту поддержку и мы уезжаем отсюда довольны и счастливы. Спасибо. Третье место занимает кумир Златоуста Павел Ташкинов. Итак, сегодня тебе удалось сделать то, что немножко не получилось в Алапайске. За счет чего это? Серьезный вопрос. Я даже не могу ответить на него. За счет удачи, наверное. Повезло. Старались. Родные стены, все такое. Прорыв этапа едва не совершил Георгий Антошин, но не повезло. С последнего ряда я дошел до четвертой позиции. Старался ехать в основном чисто, без контактов. В принципе, получалось. Но потом за, грубо говоря, 50 метров сначала отвалился привод с одной стороны, потом несколько метров еще проехал за счет блокировки, ну и потом отвалился второй привод. Уже шестой по счету за все выходные. И дальше докатился до финиша, пока катился, трое проехали. Ну, в итоге получился седьмым. А на стартовые позиции выдвигались участники второго финального заезда зачетной группы Супербагги. Первую линию держали Александр Шмаков, Артем Доронин и Алексей Давыдов. Старт и Шмаков уносится вперед. За ним в связке прорываются Игорь Плотников и Денис Окшин. А вот Доронин явно замешкался и оказался только шестым, но моментально приступил к исправлению оплошности с затяжным спортом в гору, обогнав Мишина и Давыдова. Заезд сразу раздробился на пары. Шмаков Плотников, Окшин Доронин, Давыдов Мишин и Исухов Хитев. Доронин удачно атаковал Окшина, а ответить Денис не сумел. Подвела техника и он выбыл из гонки. Александр Шмаков привычно лидировал, не позволяя Плотникову приблизиться. Артем Доронин вновь ехал сам по себе и готовился стать таки призером. Четвертую, очень важную для итога позицию, сумел отвоевать Константин Мишин и все почти расфасовалось по полочкам. Но гонки весьма непредсказуемое мероприятие. Последний круг Артем Доронин не доехал. Итак, в чем она магия последнего круга? Да тут магии никакой нет. Тут какая-то нездоровая традиция не доезжать. Вот, ее надо ломать в общей сложности. Вот, и что-то надо делать, пока не могу понять, что. Александр Шмаков по-кавалерийски обгоняя круговых, одерживает эффектную победу на пятом этапе подряд. Отрыв есть, отрыв большой, но по существующим правилам он даже на предпоследнем этапе еще не дает досрочного чемпионства. Надо набрать плюс 270 очков от второго места. У нас отрыв там 250 с копейками получается, его не хватает все равно. Вот, поэтому на второе место по моим подсчетам сейчас вышел Мишин Константин, с чем я его поздравляю. Вот, на третьем месте Окшин Денис, поэтому все будет понятно в сентябре в Воронеже, это будет очень интересно. В общем, все поедем туда, все будем участвовать, максимальный результат показывать и радоваться друг за друга. Вторым финишировал Игорь Плотников, но суммарный итог этапа вывел на второе место Константина Мишина. Ты долго шел к этому успеху и вот получилось? Да, действительно, сезон оказался долгий, тяжелый, вот первый раз за сезон подиум, очень приятно, очень тяжелый в борьбе, но все понравилось, все круто. А третьим призером стал еще один представитель Златоуста Алексей Давыдов. Родная земля мне помогла, помогла мне вся атмосфера, все мои друзья. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал, своему директору, который лояльно ко мне относился, моей супруге, которая терпела меня все эти дни. Всем, всем, всем спасибо. Заслуженные призы нашли своих обладателей на церемонии награждения. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем все мои мечты, это все, это все ты. За всеми наградами! За уси! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok